Ермак рассказал о возвращении командиров «Азова» и оценил влияние на будущие обмены. Командиров из «Азовстали» вернули в Украину, как только появилась такая возможность и согласие президента Турции Реджепа Эрдогана. В то же время неизвестно, знала ли Россия об этом решении, об этом на встрече с журналистами заявил руководитель офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК Украина, мы еженедельно разговаривали с нашими ребятами. «Это произошло именно тогда, когда возникла такая возможность и когда Эрдоган перемен согласовал их возвращение», заявил Ермак. Он добавил, что не видит на сегодняшний день угроз, которые могли бы повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и Россией, в том числе из-за возвращения наших командиров из Турции. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что решение Турции передать Украине командиров «Азовстали» не повлияло на отношения Анкары с Россией. В конце концов, они «вышли на позитив» – возвращение командиров «Азовстали» в Украину. 8 июля из Турции в Украину вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко, «Редис», его заместитель Святослав Поломарь, «Калина» и «отец командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, «Волина», старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады нацгвардии Денис Шляга. Возвращение украинских командиров из Турции вызвало истерику в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Турцию в нарушении договоренностей, предполагавших, что командиры обороны «Азовстали» будут на турецкой территории до завершения войны в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.